Каких-то 13 лет назад, в день 60-летия президента Казахстана, в Атрау случилось эпохальное для республики событие. Презентовали мега-месторождение Кашаган. Событие было обставлено с обычной для местного истибрешмента помпой и посулами. Ожидание нефтяного изобилия на бедном западе страны с тех пор изрядно затянулось. Менялись пул инвесторов, сроки начала добычи, количество вложенных миллиардов. Сегодня оператор Северокаспийской операционной компании. На самом последнем этапе к консорциуму присоединилась китайская CNPC, которая купила долю в проекте у Казмана и Газа. Сделка прошла на высшем государственном уровне. В Астану впервые прибыл лично председатель КНР Си Цзиньпинь. Инвестиции Китайской Народной Республики Казахстан составили 20 миллиардов американских долларов. Это третье место всех иностранных инвестиций в нашу страну. Прежде всего, вы знаете, что энергетическая область – это нефть и газ. Глава Китайской Народной Республики был любезен и щедр на комплименты. Но от этого вопросов по поводу сделки с CNPC меньше не стало. Кажется, кому, как не нефтянику, зятью казахского президента прокомментировать это событие. Фигуры, не имеющего серьезного политического влияния, сегодня как один, говорят, что национальные интересы страны ни в коем случае не пострадают. Сейчас более жесткие, чем по сравнению с концом 90-х, начало 2000-х, требования к разработкам. И поэтому я считаю, что здесь ничего страшного нет. Очень важно исходить из собственных национальных интересов. Но по геоэкономическим, геополитическим соображениям просто давить свои интересы, просто идти в бомб вряд ли здесь получится. И это будет, скажем так, не результативно, не плодотворно. Между тем, добыча большой кашиганской нефти так и не началась. По техническим причинам. Правда, Министерство нефти и газа обещает вот-вот со дня на день. Мы хотим, чтобы нам поскорее подключили электричество и дали свет. У меня глаза болят, из-за этого много ошибаюсь. Жителям Атрауского региона страсти по кашиганской нефти почти буквально до лампочки. Некоторые аулы вокруг нефтяной столицы Казахстана Атрау без света, воды и газа. Еду готовят на костре, питьевую воду покупают. Нефтедоллары текут мимо этих людей. Мы пришли у вас не хлеба и денег просить, а провести свет. На мизерную зарплату мы покупаем воду и бензин для генератора. Сколько можно так жить? Журналист из Атрау Жаслан Кужеков вообще считает, что нефть не впрок казахам. Стоит в том, что я выскажу крамольную мысль, но нефтедоллары, они еще и разращают народ. Есть однозначные признаки того, что у нас страна болеет в какой-то степени. Это та сторона медали, о которой часто любят говорить с больших трибун. Но прежде всего руководство страны умалчивает о том, что реальные дивиденды от Кашагана население вряд ли увидит. Последующие годы львиная доля Каспийской нефти обогатит исключительно иностранных инвесторов. Все по закону. Согласно соглашениям о разделе продукции.